В этом видео мы с вами рассмотрим несколько дополнительных команд в программе Blender. Часть из них находится в меню Mesh в режиме редактирования. Первая команда носит название Merge — слияние. Она позволяет нам соединять наши вершины. Вторая команда — это Split — расколоть. А также в меню вершины у нас имеется целая серия команд под общим одним названием — Разрыв вершин. Вот как раз эти команды нам нужно будет с вами рассмотреть в этом видео. А теперь давайте рассмотрим специальную нашу команду, которая находится в режиме редактирования в пункте меню Mesh и носит название слияния — Merge. Здесь имеются несколько дополнительных подпунктов. Давайте как раз с ними и познакомимся. Еще раз подчеркиваю, я нахожусь в режиме редактирования. У меня скрыта камера и источник света. Также дополнительно отображена статистика. И мы с вами сейчас перейдем в оверлей и скроем нашу центральную точку, чтобы она не мешала. В центре нашей системы глобальных координат находится наш 3D-курсор. Теперь как раз давайте посмотрим на процесс именно вот этого слияния. Мы сейчас с вами выберем все, что здесь у нас представлено. Если вдруг у вас не выбрано, нажмите английскую буковку A. Мы выбрали все наши элементы. Далее нажимаем M и выполняем команду Collapse. Что делает наш Collapse? Данная команда схлопывает все наши вот эти вершины, оставляя только одну. То есть она фактически растворяет их, а одну вершину оставшуюся перемещает в центр. Ну то есть или проще говоря, просто коллапсирует все до одной нашей точки. Выполняем эту команду и в результате вот здесь мы с вами получим одну единственную нашу вершину, которая будет размещаться именно в центре, в данный момент в центре нашего объекта. Нажмем Ctrl-Z отмена. Теперь сделаем вот что. Посмотрим на еще одну команду, которая позволяет нам объединить наши выделенные вершины именно в центре выделения. Как это работает? Мы с вами выберем сейчас, наверное, вот эту верхнюю грань. Щелкнем по ней, чтобы она была выбрана и подсвечена. И снова переключимся на выделение вершин. Выполняем эту команду M at center. И мы в результате с вами создадим вот такую пирамидку. Наши вот эти вершины, которые образовывали эту верхнюю грань, будут схлопнуты. То есть они будут растворены кроме одной. А последняя вершина будет размещаться в центре выделения. И мы получили вот такую интересную пирамидку. Нажмем Ctrl-Z отмена. Давайте сместим наш 3D курсор, например, вот сюда. Нажмем Shift и правая кнопка мыши. И выполним специальную команду. Нажимаем M и здесь находим пункт 3D курсор. В результате наши вот эти все выбранные вершины сольются в том месте, где находится 3D курсор. И вот здесь будет одна наша вершина. Еще раз подчеркиваю, все растворяются кроме одной. Нажмем Ctrl-Z отмена. Теперь сделаем следующее. Если мы нажмем с вами буковку M, то здесь у нас помимо вот этих пунктов еще имеется пункт By Distance. То есть когда у нас объединяются, сливаются наши вершины, именно когда они находятся близко к друг другу, на некотором расстоянии. Эта вещь команды очень полезная и важная. Мы ее уже один раз с вами выполняли, когда отсоединяли часть черепной коробки от нашей Сюзанны. Помните? Сейчас мы к этой команде вернемся обязательно и отдельно ее рассмотрим. Но посмотрите внимательно. В этот список у нас не полон. Здесь имеются еще две команды, которые у нас отобразятся, если мы с вами сейчас одну из этих вершин, которая у нас выбрана, сделаем активной. Ну или бы мы с вами выбирали эти вершины по порядку, используя клавишу Shift. При этом учитывайте, я сейчас нахожусь именно в выделении вершин. У меня активна эта кнопка. Давайте, например, сделаем активной вот эту нашу вершину. Нажмем Shift, будем держать не отпуская, щелкнем по ней, снимем выделение и еще раз щелкнем. Вот эта вершина у нас сейчас активна. Если мы нажмем с вами M, то здесь у нас появятся два дополнительных пункта. Add First, Add Last. Здесь сейчас без разницы, что мы будем выбирать. У нас все сколлапсируется именно у нашей выбранной активной вот этой вершины. Давайте нажмем M, Add First, Отмена и еще раз. Add Last. И снова отмена. Теперь сделаем немножко по-другому. Снимем выделение и с помощью Shift'а выберем сначала эту вершину и по порядку. Эта вершина первая, эта последняя. Нажимаем снова M и здесь находим пункт Add First, к первой. И мы сольем все к нашей вот этой первой вершине. Нажмем снова Отмена. Теперь к последней. Посмотрите внимательно, как это будет происходить. Ctrl-Z, Отмена. Еще раз подчеркиваю, как работает эта команда. Мы с вами фактически растворяем все вершины, кроме одной. И эта одна единственная вершина перемещается в то место, куда мы с вами ее указываем, где она должна находиться, используя вот этот специальный пункт меню, который мы вызываем английской буковкой M. Если не хотите пользоваться горячей клавишей, то можно зайти в пункт меню Mesh и получить доступ как раз к нашему слиянию отсюда. Ну а теперь давайте посмотрим на вот эту команду By Distance. Она очень тоже важная в нашем слиянии. А теперь давайте посмотрим, как работает специальная команда слияния By Distance. Она позволяет нам соединять, сливать различные наши вершины, которые находятся на некотором расстоянии друг от друга. Смотрите, мы находимся в режиме редактирования нашего куба. У нас сейчас представлена его здесь геометрия. У меня активна кнопка выделения вершин, а также активна кнопка Select Box. Находимся в шейдинге под названием Solid. Давайте выберем вот эту нашу геометрию под курсором. Наводимся около нашей вершинки и нажимаем L. Мы выбрали эту геометрию. Далее нажимаем Shift-D, делаем дубликат. Размещаем дубликат с привязкой в данный момент к нашей оси. Нажимаем среднюю кнопку мыши. Давайте разместим на некотором расстоянии друг от друга. То есть у нас сейчас наша геометрия куба представлена двумя вот такими дубликатами. То есть здесь фактически один можно так в кавычках кубик, а здесь наш второй кубик. Но мы работаем внутри одного нашего объекта под названием куб. Так просто тоже учитывайте, про это не забывайте. На всякий случай давайте я отображу Outliner. У нас один объект здесь. Смотрите, теперь мы с вами делаем следующее. Давайте сразу отобразим каркасный вид. Щелкнем по кнопке в iFrame, вот здесь, с включенным рентгеном. Теперь сделаем следующее. Мне нужно соединить вот это все здесь. Выделяем, используя прямоугольное выделение. И далее нажимаем английскую буковку M. Находим пункт By Distance. И далее можем подвигать в меню последней операции, вот здесь, вот этот бегунок. Дистанция. Максимальное расстояние между элементами для объединения. Ну и соответственно определить, как у нас что должно соединяться. Посмотрите на это внимательно. Теперь посмотрим еще на одну вещь. У нас вот здесь с вами после этого слияния образовалась грань. Ее нужно, если будет необходимо, удалить. Сейчас мы к этому еще вернемся. Это один из способов. То есть мы выбрали, например, то, что хотим соединить, и у нас это все соединяется. Используя эту команду By Distance. А расстояние уже настраиваем. Нажмем Ctrl Z отмена. Сделаем немножко по-другому. Давайте вот этот кубик разместим, привяжем его к этому кубику, чтобы они находились на близком расстоянии друг от друга. Давайте для визуальности лучше я все-таки переключусь на Solid. Снимем выделение, выберем все это под курсором, нажмем L. Включим привязки. Привязки к вершинам, ближайшие, переместить. Хватаем, например, инструмент перемещения, либо за центральную часть свободной перемещения, и наводимся к ближайшей нашей вот этой вершине. Снова переключимся в каркасный вид. Вот часто бывает нужно, например, соединить, или когда у нас одна геометрия находится вблизи, прямо рядом, рядом, в том же практически положении, где и другая геометрия. И вот если мы с вами сейчас выберем вот эти наши вершины, то в статистике будет очень хорошо видно, что мы выбрали с вами 4 вершины от одного нашего фактически кубика, и 4 вершины от другого нашего кубика. Будет выбрано 8 вершин. И посмотрите внимательно, 2 именно грани. Если мы сейчас выполняем команду именно слить, нажимаем m, by distance, то в результате мы здесь получим 4 вершины и одну нашу грань. Вот эта грань нам сейчас будет с вами не нужна. Можем переключиться на выделение грани. Если что, будет очень хорошо видна вот эта специальная точка. Это которая как раз и нам показывает, что вот здесь у нас с вами с одной стороны находится грань. А также не забывайте, что в режиме именно рентгена нашего каркасного вида, когда у нас активна кнопка выделения грани, эта точка позволяет нам выбирать нужную нам грань, щелкая по ней. Нам эта грань не нужна, мы ее удалим. Нажмем x, only faces, удалить эту грань. Перейдем в наш solid, можем переключиться на выделение ребер. И давайте с alt щелкнем вот по этому ребру. Alt, нажали, держим и щелкаем левой кнопкой мыши. В результате мы с вами выберем нашу вот эту петлю ребер, которую мы с вами создали. Далее можем ее переместить здесь, используя инструмент перемещения. Ну или включить так называемое скольжение, используя нажатие нашей клавиши G два раза. Раз, два. И мы будем с вами скользить вдоль направляющей. К этому мы еще обязательно с вами вернемся в отдельном специальном видео. Просто обратите тоже на это внимание. Мы с вами фактически, используя одну часть геометрии куба, продублировав ее, создали некое общее, используя вот это именно слияние наших вершин. К теме именно вот этого слияния мы будем неоднократно возвращаться и рассмотрим немножко на других наших примерах. И там будет сразу все понятно. Ну а теперь нам нужно с вами посмотреть на еще ряд дополнительных команд. А теперь давайте посмотрим, как работает команда в меню Mesh под названием Split. Расколоть. Она вызывает с сочетанием клавиш Alt плюс M. Соседствуют рядом с нашей командой слияние и сепарации. Обратите тоже на это внимание. Внутри нашей команды Split присутствуют несколько дополнительных пунктов. Прежде всего Split Selection. Отделить выделенный участок от связанного невыделенного участка. Как это все работает? Давайте смотреть на примере нашего куба. У нас имеется наш кубик. Если мы перейдем в каркасный вид, возьмем какую-нибудь, выделим одну нашу вершинку, переключимся на инструмент перемещения, нажмем G и подвигаем. Правая кнопка отмена. То мы с вами можем увидеть, что все это у нас связано и соединено. То есть это один такой монолит. Теперь сделаем следующее. Переключаемся на выделение наших граней. Щелкаем по верхней грани. И нажимаем английскую буковку Y. Это же наше Y. Нажали один раз. Теперь если мы с вами снова переключимся в каркасный вид с включенным рентгеном, выделение вершин, выделим вот эту нашу вершинку, то мы можем увидеть, что теперь здесь у нас две вершины. Здесь-то у нас одна вершина, а вот здесь, например, две вершины. О чем нам это говорит? Если мы сейчас выберем вот эту нашу верхнюю крышку, нажмем G или переключимся на инструмент перемещения, то мы с вами можем увидеть, что мы отсоединили нашу эту грань от нашего этого кубика. Давайте вернем эту грань на место. Если хотите, можете включить магнитик. Например, привязка к вершинам, ближайшее переместить, схватить и привязаться. Далее включить каркасный вид, отображение вершин, выделить все. Вот это, что у нас здесь представлено. То есть мы выделяем вершины и от нашего оригинального кубика, и от той части, которую мы с вами отделили. И нажимаем M by Distance. Удалено 4 вершин. Теперь это у нас единая монолитная сетка. Нажмем L, например, под курсором, то как раз можем выбрать сразу все. Обратите на это внимание. Это то, что когда мы с вами что-то отделяем, нам ничто не мешает это обратно фактически приклеить, приварить. Можно сказать и так. Ну, в кавычках, конечно. Теперь сделаем вот что. У нас сейчас выбран весь этот наш меш, наш куб. Давайте полностью его с вами расколем, разрушим фактически. Нажимаем Alt плюс M и выбираем здесь последний вот этот пункт. Faces and edges by vertices. И смотрите, что мы с вами получили. Это пока что не видно, но если мы переключимся и будем выбирать наши различные грани, они у нас будут отсоединяться. Нажмем Ctrl Z. Выберем все и сделаем немножко другое. Перейдем на инструмент, который у нас носит название Shrink Pattern. Выберем его. У нас сейчас выбрано все, и потянем за вот этот специальный маркер. Посмотрите, что мы с вами сейчас сделали. Мы с вами фактически расклеили, отклеили все наши вот эти грани, отсоединили их. Просто обратите тоже на это внимание. Как работает эта команда Split с выделенным. И когда мы выделяем, например, все и выполняем такое разъединение всего. Теперь давайте взглянем на еще некоторые дополнительные вещи, связанные с нашей командой Split. А теперь давайте посмотрим, как еще работает наша команда Split на примере вот этой сетки с пятью разрезами. Мы находимся в режиме редактирования. У нас активна кнопка выделения грани и инструмент перемещения. Если мы выделим, например, вот эту нашу грань, просто нажмем Y и далее переключимся на инструмент перемещения. Мы, соответственно, отсоединим эту грань. Нажмем Ctrl Z. Это по классике. При этом, если мы с вами бы выбрали, например, одно ребро или несколько ребер и также нажали Y, то мы с вами создадим дубликат этого ребра, который будет лежать на поверхности нашей этой сетки. Вот это наше ребро, его дубликат. Нажмем Ctrl Z. Отмена. Теперь сделаем следующее. Если мы с вами выберем сразу несколько наших ребер, больше двух, нужно выбрать либо два, либо больше. Shift, например, вот так, вот так и вот так, например. Выбрали. Вызываем команду Split, нажимаем Alt M. И здесь выполняем команду Face by Edges, вот эту. Далее у нас здесь следующее. Здесь нужно обязательно с нам снять выделение, потому что если мы сейчас будем двигать инструмент перемещения, то мы будем все здесь двигать. Но здесь не все так просто. Нажмем Ctrl Z. Снимаем это выделение. И выделяем, например, вот эту нашу грань. И немножко ее опустим вниз. Здесь мы с вами создали вот такой разрез, разрыв нашей геометрии. Ее раскололи. Просто обратите на это внимание. То есть там, где мы выделяли именно наши ребра. Ctrl Z отмена. Чтобы это увидеть, иногда приходится использовать... Давайте переключимся на выделение ребер. Перейти в меню Selection. Далее Selection All By Trade Non Manifold. Это выделить все проблемные вершины или ребра. Сейчас я включу черный маткап, чтобы было лучше видно. И мы как раз с вами еще раз выполним эту команду. Можем увидеть эти проблемные места. Вот они. Что вот здесь у нас в нашей геометрии действительно присутствует разрыв. Вот здесь. Обратите на это внимание. Это чем-то напоминает специальную нашу команду в меню вершины, которая позволяет нам разрывать нашу вот эту геометрию, разорвать многоугольники и переместить результат. Сейчас вот к этой теме мы еще вернемся. Это важная команда. И она уже вызывается немножко другой буковкой. Буковкой V. Просто обратите внимание на вот такую особенность как раз нашей команды. Также и здесь, не покидая нашей Т-сетки, хотел еще раз сказать про команду F. F позволяет нам создавать, соединять наше ребро, например, нашу грань. Но при этом команда F еще позволяет нам и растворять. Я не хотел это говорить пока что, но давайте все равно здесь об этом расскажу. Вот смотрите, если у нас выделено, например, несколько у нас граней, и нам нужно растворить вот это наше ребро, фактически объединить две наши грани в одну, нам достаточно просто нажать английскую буковку F. И мы с вами получим одну грань. Это то, что касается предыдущих видео, где мы с вами именно растворяли и удаляли различные наши элементы. Так как клавиша F не такая простая, просто это учитывайте. И у нас будет отдельное видео, касающееся именно создания различных элементов. А теперь давайте посмотрим, как работает команда «Разрыв вершин». Мы находимся в режиме редактирования, и у нас здесь имеется сетка «Активно кнопка выделения вершин». Если мы с вами зайдем в наше меню вершины, то здесь у нас имеется команда «Rip Vertices» — «Разрыв вершин». Мы разрываем наш многоугольник и перемещаем результат. Горячая клавиша V английская. Также здесь имеются и дополнительные команды. Это «Разорвать наши вершины и заполнить» — «Альт В» и «Разорвать и продолжить», «Продлить». «Альт Ди». Учитывайте, что комбинация клавиш «Альт Ди» в объектном режиме выполняет наше связанное дублирование. Просто обратите тоже на это внимание. Ну вот как раз давайте на нашей сетке и потренируемся. Выделим, например, вот эту нашу вершину. Щелкнем по ней один раз. Посмотрите внимательно, где сейчас находится курсор мыши. Именно в ту сторону мы будем с вами перемещать наш вот этот разрыв. Нажимаем английскую буковку V. Один раз нажали и отпустили. Если мы хотим подтвердить наше действие и не хотим перемещать, мы нажимаем Enter или левая кнопка мыши. Ну а если хотим переместить, то мы двигаем нашу мышку, выбираем нужную нам ось, например, X, Y, Z, чтобы у нас перемещение происходило с привязкой по осям. Если нет, просто сейчас в данный момент сдвинем нашу мышку. И подтвердим, нажмем левую кнопку мыши. Мы с вами создали вот такой разрыв здесь. У нас был создан дубликат вершины и дубликат соседних этих ребер. Теперь давайте сделаем немножко все по-другому. Выберем, например, вот эту нашу вершину и нажмем уже другое сочетание клавиш. Не просто V, а Alt V. Пусть у нас будет разрыв с заполнением. Курсор мыши размещаем, например, вот здесь. И нажимаем Alt V. И делаем такое же движение мышкой. Подтверждаем, нажимаем левую кнопку мыши. Мы сделали такой же фактически разрыв, но при этом этот разрыв у нас заполнен нашими вот этими двумя гранями. Обратите на это внимание. Теперь сделаем следующее. Давайте выберем вот эти две вершины и выполним уже другую команду, именно разрыв вершин и с продолжением. Как это работает? Нажимаем Alt D. Выбираем нужную ось, например, используя среднюю кнопку мыши, чтобы была привязка, и просто сдвигаем нашу мышь. Посмотрите, что мы с вами вот здесь получили. Один большой такой N-gon. Давайте для сравнения сделаем следующее. Выберем вот эти наши вершины и нажмем английскую буковку I, она же E русская. Выполним экструдирование, также сместим. Просто сравните разные вот эти результаты, что мы с вами получаем. Теперь давайте сделаем следующее. Посмотрим на примере, как все это можно использовать. Выделим вот эту петлю ребер. С Alt щелкнем вот по этому ребру. Выполним разрыв, нажмем V и подтвердим, нажмем Enter. Мы сделали этот разрыв. Давайте снимем выделение и щелкнем вместе с нашей клавишей L по вот этому нашему фрагменту. Нажимаем L под курсором выделения, около вершины. И мы с вами можем выделить то, что у нас сейчас не соединено напрямую с другой частью нашей сетки. И мы можем теперь этот фрагмент просто переместить. Нажимаем G английскую, выбираем нужную нам ось и смещаем. Вот один из способов применения данного разрыва. То есть мы можем разрывать, разъединять различную нашу геометрию и соответственно делать с ней все, что захотим. Давайте вернем это на место. Мы можем, конечно, отменить действие. Включим магнитик, привязки к вершинам. Снова схватим это, нажмем G, привяжемся, перейдем в выделение наших вершин. Выделим вот эти наши вершины все, но нам их нужно выделить насквозь. Обратите на это внимание, поэтому включаем именно каркасный вид и уже только после этого выделяем. Обратите на это внимание, еще раз подчеркиваю. И выполняем какую команду? Правильно. Нажимаем английскую букву M и выполняем слияние By Distance. Посмотрите внимательно, что мы теперь с вами здесь получили. Если перейдем именно в наше перемещение, давайте снова Solid, то как раз здесь мы вернули все к тому виду, который у нас был. То есть мы можем разрывать, а можем и сливать. Обратите на все это внимание, пожалуйста. Ну а в этот раз все. Увидимся в других видео.